я не виноват арестую того кто сидел за клавиатурой приветствую сексами холдым и мы продолжаем проходить игру гильдии параде продолжаемся на наслаждаться этой хорошей приятной новелкой но в основном приятно если не 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 отмечать некоторые последние события о них я уже выскажу где-то поближе когда мы будем уже подходить к пятому эпизоду я вот тогда и выскажусь по всем что там будет дальше происходить так как бы чай и не проходил игру сам я читал новости они и они довольно сомнительны а сейчас мы должны выбрать вопросы вот самый последний это получается он единственный меняет вот эти три они постоянно и это меняется в зависимости от в зависимости от того что мы сделали например если мы например не пошли бы в церковь мы бы скорее всего был бы другой вопрос мы скорее всего не знаю скорее всего кого-то бы убили уже исповедовались не в сомнениях а в убийстве возможно возможно давать священнослужителях сомнения так как мы остались в церкви мне сложно сказать это вслух а чего же я не до конца вам верю сейчас ты говоришь с господом они со мной я лишь ниточка что связывает вас друг с другом я прижал ладони к деревянной перегородки между мной и священник и приблизился к маленьким отверстий тогда бог послушай мне кажется в этой церкви творятся какие-то нехорошие дела о каких делах ты говоришь эти дела связаны с трупами с ними что-то делают я не был уверен с их догадка поэтому едва шептал не казалось что таким образом я могу обезопасить себя от от возможных проблем хорошо хорошо ли ты разбираешься в погребальных обрядов я часто бывал на похоронах когда ты должен знать что в церкви делают умершим обычно я только прощался с человеком его доме дальше меня с собой не брали кроме одного случая вот как возможно именно незнание делает тебя таким мнительным а что тут делают с мертвецами сначала тело омывают затем об обличают в похоронную одежду и проводят последнюю мессу а перед кремацией читают посол мы его голос звучал безумных безмятежно меня это немного успокоило однако не все сомнения разве теперь у тебя нет вопросов к священнослужитель почти позволь поинтересоваться почему ты не доверяешь церкви когда черные отступники напали на город я слышал как дьяконы обсуждали перевозку трупов и кремацию что же тебе показалось стран я не мог подобрать правильное объяснение мои сомнения были скорее интуитивными они подкреплялись небо неопровержимыми факты и говоря ну как фактами ты ведь слышал что они о чем они говорили получать скорее всего ты ну довольно отчетливо их разговор слушал а если не отчетливо вода хотя честно говоря ну ладно это уже зависит от ситуации слышал разговоры или нет не все люди имеют семь кто-то живет в одиночестве свое время тоже умирает один таких людей находит случайно и чаще всего слишком поздно когда тело уже несколько дней а бывает даже недель как покинула душа все хлопоты мы берем на себя умерших привозят церковь в церковь диакон ведь у нас единственный во всем городе катафалк мы же не можем неуважительно относиться к мертвому телу и перевозить его на телеге хотя и такие случаи бывали и отстранился воздух стал казаться чище а душевую душевшая меня тревогу улеглась стоило сразу обратиться к священнику а не терзать себя невнятным и выдумка спасибо мне стыдно что я не знал этого и не обращал должного внимания когда мама убили ее кремировали в спешке я не думал ни о ритуалах не погребальных обрядов как только мы попрощались с ее тело на моих глазах сожгли в большой печи ничего страшно ты же ты еще ребенок и только достигаешь жизнь склони голову я отпущу тебе грехи отпущу тебе грехи я сделал как он сказал и сквозь решетку до меня донесся тихий шепот молитва ай неуютно я не знаю вы серьезно мне постоянно не уютно в подобных вот хоть хоть ты и через новеллу читаешь про церковь хотя не ну ничь в некоторых моментах то я чё-то даже успокаивающее есть начать всего я чувствую себя как-то неуютно можно я задам несколько вопросов я тебя слушаю чё тут есть почему отступки не нападают на церкви кстати да почему отступники не нападают на церкви они боятся святых мест они демоны никто не знает наверняка от тебя от себя могу сказать что наши церкви священны в них много силы и никакой отступник не может ее не может ей противостоять они боятся крестов боятся конечно но и сила распятия не так велика а можно ли устроить святое место дом священник глуп усмехнулся чтобы в нем было достаточно силы там должны жить священнослужители регулярно проводить мессы да и территорию нужно освещать это не так просто организовать жаль мне бы хотелось обезопасить отца похвальное стремление но нужно думать и о других людях они тоже нуждаются в безопасности тьма боится света потому что может в нем сгореть почему нельзя присутствовать на кремации я недавно слышал что на кремацию никого не пускают отчего же там бывают священнослужители они считают псалмы а родственники видишь ли когда человек умирает его душа стремится на небеса она отделяется от тела перед самым сожжением священник помогает ей найти путь господу вмешиваться столь сложный процесс нельзя кто-то плачем или неуместным замечанием заставить душу забыться когда она помедлит и случайно сгорит вместе с телом я подумал о матери вспомнил свои слезы когда мы с отцом стояли у печи крематория мама всегда утешала меня стоило только за ханы возможно ее тут возможно ее душа тоже тогда строк мне стало страшно что если ее душа сгорела вместе с телом что если теперь она вообще нигде не существует можно ли как-то узнать осталась ли душа в теле или отправилась в рай это мы узнаем только после смерти при жизни стоит сохранять надежду и верить лучше но как обычно верь трудись и умирай откуда пошло название черные отступники почему черные отступники так называются они провозгласили себя высшими существами мира отступили от нашей веры и идеологии перечеркнули всю историю человечества решили перейти к новой эпохи развития сдержанное негодование священника показалось мне напускным это плохо там темная сторона отступники не считают прошлые заблуждения человечества ошибками не опираются на прожитый опыт своими действиями они создадут новые катастроф их жизнь приведет к вымиранию всего человеческого рода и гниению ада на священной земле они черные из-за злости они дьявольские отродья их кровь черна как ночь и ядовито ядовите укуса змеи нутро все сгнило отступники этим гордятся одеяние отражение нечистые диалоги одеяние я поежился ого мне кажется после ваших слов я возненавидел их еще больше пусть твоя ненависть приведет нас к светлому будущем мы должны бороться ради нашего мира спасибо святой отец вы открыли мне глаза черных отступниках нет ничего хорошего я рад что помог тебе разобраться всегда помни чья сторона освещает чью сторону освещает солнце а какая сторона навсегда останется в тени мы вместе со священным ником прошептали короткую молитву и я поднялся всего доброго мальчик не пропуская исповедь ведь когда ты откровенен с господом он всегда укажет верный путь софия сэм и том ждали меня у ворот церкви тебя так долго не было что-то случилось нет просто я задал священнику несколько вопросов могу ты много всего узнал короче им не понравился мой ответ судя по лицам особенно софи на лицо это отражает я пересказал друзьям разговор со священником ничего нового я предполагал что они он именно это именно так и ответить сэм замолчал несмотря на нашу многолетнюю дружбу и не нравится вот его мысль как будто рядом со мной он не всегда был искренне будто что-то скрываем подождите что там было пора идти мы двинулись к недавнему полю битву после нападения черных отступников многим детям не разрешалось уходить на улицу это коснулось и нас с друзьями поэтому целый месяц пришлось отсиживаться дом папа неохотно отпускал меня школу а на промежуточные экзамены и на промежуточные экзамены как на каждую неделю мы вдвоем ходили в церкви о прогулке с друзьями не было и речи я скучал без них хорошо еще что иногда ко мне приходила софия и мы вместе делали вид будто выполняем домашние задания но на самом деле рисовали смешные картинки мечтали о взрослой жизни сегодня в первый день после долгого заточения я надеялся найти хоть что-то цен а завтра выгодно продать на рынке том и сэм хотели собрать материал для крепости а софии наверняка просто нечем а софии наверняка просто нечего было делать он бежал впереди собрал мелкие камешки в одном из его карманов что-то звенело опять вот весь этот вот выпрыгивающийся вещи что-то прячет услышав свое имя он подбежал к нам и вытащил из кармана весьма странный предмет что это я еще не придумал название но эта штука должна работать это мило металлоуловить последние дни мы его дорабатывали в нем есть мощные магниты и они притягивают к себе как ты возможно догадался металл хорошо для хорош хорош для сбора гильц и прочей мелочи ух ты здорово это ты придумался нет придумывает дом а потом мы вместе размышляем как сконструировать сконструировать выдуманное им изобретение софия удивленно подняла брови как и как я и как ему удает и как ему это удается он гений что ли сэм усмехнулся ты гений том нет это ты гений сэмми без тебя ничего не могу сделать правильно даже экзамены сдать сэм смущенно кашлянул в кулак кстати не успел сказать я с томом буду учиться на лекаре мы успешно сдали экзамен вот это да поздравляю ребята вы такие молодцы было сложно когда он когда начинается учеба экзамены оказались совсем простым том хорошо постарался да и я подтянул базу учеба начинается только с следующего года нужно подходить походить на подготовительные занятия пока нужно пахать походить на подготовительные занятия это же неплохо да это нормально это нормально система образование такая я тоже хочу поскорее стать храбрым солдат ой юнсы цем скрестил руки на груди могу еще бы стрелять научиться а то идти на отступников с рогатками плохая идея я опустил голову жалко что в армию берут 16 лет придется три года работать м товарищ как бы это нормальное явление и как бы еще и слишком юн для армии тебя там под тебя там под на таскают если судить по нормативам черных отступников хоть они конечно не люди они более усовершенствованы и даже их можно возрождать тебя там также будут может чуть послабее но также будут прям натаскивать и ты потом будешь очень плакать очень сильно из-за того что ты слишком юн для подобных подобные нагрузки слову сам сын засунул руку в нагрудные карманы вытащил оттуда помятую листов она висела на доске объявлений рядом с кабинет где мы с томом сдавали экзамены я подумал вам софии она пригодится он сунул листовку в мои руки я пробежался по ней глазами принимают 14 лет софия получается мы уже скоро можем стать солдатами я заулыбался правда она подошла ко мне и тоже посмотрел на листов первый раз это вижу разве ты а мама ничего не говорила нет это она не она даже ни с кем это не обсуждала выходит ты снова подслушивала софия уперла руки в бока прямо таки ее любимая поза конечно по вашей милости мне надо было узнать где проходит сражение этой ночи он хлопнул в ладоши верно спасибо сын кивнул на листов наверное миша шнайдер подумала со софии рано вступать в войска а может она готовит тебе сюрприз сюрприз какой ну твоя мама же капитан возможно с ее помощью ты сразу станешь офицером я же правильно назвал чин сэм офицер шнайдер неплохо звучит а точно пускай она поможет и лену верно помоги мне блатная девчонка сам отвел глаза в сторону наверное ему не понравилось предложение тома или моя шутливая издевка вот уж нет такая помощь мне не нужна я сама всего добьюсь или он тоже я посерьез не согласен если эта мама может помочь что зачем ждать ты же все равно станешь хорошим солдатом я закинул руки за голову и пнул ближайший камень дом не надо ты же знаешь что софия не любит эту тему мы самостоятельно пройдем отбор и станем отличными солдатами но ведь не надо хорошо софия прикрыла глаза и шумно вздохнул выглядела она явно не очень радостно надеюсь вот вы перестанете так шутить я слышу это в школе от соседей от соседей знакомых не хотел бы и от вас даже ради шутки ли он дом ли он этом и я в первый раз так шутил этим и ограничься все я тоже больше не буду именно не именно не надо я попробовал вернуть разговору веселость непринужденность тогда давай покажем этим малолеткам что значит быть превосходными солдатами согласны и будущий офицер шнайдер она заул улыбнулась конечно иначе кто еще это сделает кстати говоря нет листовка 14 лет я почему-то сразу я чтю я у я у меня еще в памяти так ярко еще отражены те листовки которые мы читали в кабинете по 14 лет какая там какой-то был возраст воспитания идеального солдата ну просто непонятно но чисто просто интересно как-то 14 лет берут это как бы ниже ниже дозволенного именно 16 кажется в том руководстве также было что нужно брать помладше детей помладше чтобы они с детства еще из детского возраста становились супер солдатами ну ладно это может просто просто я все увязываю в одно единое целое по-настоящему это все разделено стеной и лучше этого не делать потому что все мои теории могут легко посыпаться думаю там через пару пару серии так это может и произойдет я пихнул ее локтем и позволил сделать то же самое в ответ наше настроение снова стало приподнятым мы двинулись в путь так чем ближе становилось место сражения тем меньшего мне оставалось храбрость только вот это только бы там не было мертвых трупы это ужас да твоя твоя уверена моя вера была разбита вот ей трупы чего же ожидать бля софия привела нас на поле на котором мы уже были уже были правда теперь она отличалась от того что сохранилась моих воспоминаний сэм скрестил руки так странно видеть разрушение на фоне солнечной погоды как будто бог радуется смерти в свою честь поле по хлопаю молодец сам блин серьезно он он украй не умен умрён не по годам как говорится говорится том и сэм это прям вот дуркинды он даже не поддается этой пропаганде не поддается как лен не надо не надо таких сравнений цем скосил глаза на меня потом медленно отвел их в сторону если тебе не нравится то перестану я осмотрелся на поле было несколько человек они укладывали трупы на носилки и оттаскивали их в грузовик к грузовикам насколько я знаю сегодня ночью наши солдаты отбросили отступников назад но надо поторопиться пока спали вместе с телами не забрали и все самое ценное на горизонте двигались крошечные силуэты людей софия проследила за ними взглядом и спокойно пояснила наверное те люди тоже пришли сюда чтобы чем-нибудь поживиться том вытащил из кармана маленький прибор прикрепил к нему складную палку и начала водить им по земле сэм в это время складывал в кучу разные железки я стал бродить по полю отбрасывая ногами землю в поисках чего-то цен мой взгляд на натыкался то на обогревшую ткань то на оторванные пуговицы и обошенные сапоги иногда встречались пустые гильзы обломки снарядов и оружия ничего ценного разве что я оглянулся на друзей дом ползал на четвереньках испытывая изобретение а софия и сэм складывание металлической металл металлы для строительства крепости в кучу никто на меня не смотрит отлично и отвернулся сделал несколько шагов вперед недалеко от меня черно-глуб черные глыбы выступала мертвое тело глоба врага глоба врага я прошел еще несколько метров и снова осторожно оглянулся совершенно случайно наши сэмом взгляды пересеклись но через пару секунд он вернулся к своим своему занятию наконец-то достиг тело врага ой блин товарищ блин из-за того что мне больше всего нравится имена персонажей из лагеря отступников или мне жаль видеть их мертвыми на фоне черной одежды и такой же разлитой вокруг черной жижи лицо трупа выделялась сине синюшный блед он словно навсегда замер в огонь на лбу солнечных лучах переливались еще не высохшие капельки утренней росы я заметил под трупом знакомую рукоятку револьвер револьвер снял с шеи платок и обернул им правую руку сперва заберу револьвер а потом осмотрю карман я вытянул оружие на сухую землю в некоторых местах платок насквозь пропитался вражеской крови говорят она ядовитая я ждал хотя бы жжение но чего не происходило черная кровь была холодной и влажные немного мысли нет надеюсь со мной ничего не случится я сел поближе к телу и аккуратно просунул правую руку в карман его брюк пусто обшарил второй ничего может есть потайны я растянул растякнул пуговицы на груди и провел руку и провел рукой по внутренней стороне униформ было противно обыскивать мертвеца я понимал что поступаю неправильно и грешно но для для но для выживания требовались деньги я не мог придумать лучшего способа чтобы ими обзавестись как батаре герой лиц и отреагировал священник если бы я рассказал на исповеди о сегодняшнем дне жаль что мне никогда не удастся увидеть его лицо в момент такого откровения внезапно тело отступника изогнула изогнула изрыгнула сгусток черной жижи несколько капель заляпали мои руки рукава точно заляпали мои рукава я вскочил и в страхе отшагнул отступник кашлянул еще раз его тело согнулась пополам а потом с шумом рухнула обратно тот же миг он начал мелко подрагивать тихо стонать грехтеть и хрипеть помогите наверное он меня не заметил я не смел пошевелиться и некоторое время завооруженно смотрел как он медленно умирает его мучительная смерть вызвала взывала к обрывкам воспоминаний еще живому желанию этом с не нравилось это зрелище она пугала и и делала виновата что же делать стать а вот теперь первый выбор конус кстати говоря а неплохо думаю но вот на вот этом месте мы остановимся крутое место кросс где-то примерно на 30 а йог так все я вернулся извиняюсь небольшие не позвонили немножечко пришлось отвлечься ну что ж тогда уж к отличное место кстати говоря давайте-то тут остановимся уже следующие серии мы уже сделаем выбор на честно говоря я разумеет склоняюсь на то чтобы помочь ему помогая ближнему ничего станет с чуждо вещем я не хочу чтобы он прям остановился чудовище мы ну подобному способ подобным образом поступал чтоб те не сделали все равно не надо превращаться в чудовище а то так вообще в мире нормальных хороших людей не останется так что я думаю ему помочь ну и вы можете в комментариях напишите свое мнение как бы выпуск и я вот хочу ему помочь это уже будет следующей серии надеюсь вам понравилось ставьте лайки и дизлайки пишите комментарии предлагайте игры для прохождений критикуйте я буду раз с вами пополтать и игры также именно первый кто там предложит игры они впереди очереди окажутся ну я конечно их просмотрю если они понравятся то они вас попадут на канал и мы начнем их проходить также как привет шарлот и не забывайте заглядывайте заглядки в описании там будет ссылочка на мой дискод сервер и на рутуб вдруг что с ютубом случится так мы хотя бы связь не потеряем также там ссылочка есть на крайне хорошего дизайнера который сделал нам шапочку и логотипчик для канала так что он постарается сделать вам максимально хорошую работу с и у сделайте максимально подходящие под ваши требования и математику канала но там конечно есть и другие услуги и не забывайте же так точку подписаться на колокольчик такого новых видео узнаете пополните нашу большую на все такую же крепкую семью и с вами конечно же не прощаюсь скоро увидимся товарищи